Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Рады вас приветствовать в новом 2017 году. И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус Красноярского района Самарской области Ольга Александровна Портнова. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Ну что же, а мы традиционно работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон прямого эфира, уважаемые телезрители, дозванивайтесь к нам в программу «Территория права». Сдавайте свои вопросы касательно наследства, может быть, брачного договора. Ну, все те вопросы, с которыми бы вы непременно обратились на консультацию к нотариусу, сегодня вы можете в прямом эфире получить ответы на все интересующие вас вопросы. Еще раз повторяю, телефон 202-11-22. Мы работаем в прямом эфире. Ну что же, хотелось бы начать новую программу в новом году с новшеств, которые приняты уже в 2017 году. Так какие изменения в нотариальных действиях? Ну, хотелось бы коснуться не нотариальных сейчас действий, а новых сервисов, которые предоставляет с 1 января 2017 года. Федеральная нотариальная палата разработала и уже ввела в действие онлайн-сервис, позволяющий проверить подлинность доверенности по реквизитам, которые указываются в поисковике. Это дата удостоверения доверенности, реестровый номер доверенности и фамилия, имя, отчество лица удостоверившего доверенности. Ольга Александровна, я просто сразу маленькую ремарочку. Проверить кому? Нотариусу, либо всем гражданам? Нет, это доступный сервис для всех граждан, и в том числе для государственных и муниципальных органов, которые также могут пользоваться этим сервисом для проверки предъявленных им доверенностей. Более того, они могут совершить запрос на сервис и с приложением скана предъявленной им доверенности, и в ответ они получат на следующий день информацию, соответствует ли эта доверенность тому документу, который был удостоверен за теми реквизитами, которые были запрошены или нет. Соответственно, это позволяет бороться с поддельными доверенностями. И также в рамках этого сервиса доступна возможность проверки отмененных доверенностей. Этот также сервис публичный, то есть он доступен для любых граждан и юридических лиц. И этот сервис важен еще тем, что если ранее у нас гражданин или юридическое лицо, то есть лицо, выдавшее доверенность, отменяло доверенность, то обязанность извещения третьих лиц об отмене этой доверенности лежала на этом лице, и он должен был самостоятельно, лично обратиться в те организации для представительства, перед которыми была выдана доверенность, и оповестить их об отмене. Он мог это сделать либо лично, как я уже сказала, либо посредством размещения публикации в газет. Естественно, это влекло какие-то и временные затраты, и финансовые затраты. Сейчас все третьи лица считаются извещенными с момента опубликования вот этой доверенности в едином реестре нотариальных действий. И после того, как нотариус удостоверил доверенность, на следующий день эта доверенность попадает в реестр. И то же самое с отменой. Отмену удостоверили, эта отмена также попадает в этот реестр. И, естественно, по запросу гражданина он может получить информацию не только о том, что доверенность является подлинной, но и отменена она или не отменена. Вот, собственно говоря, такие новеллы, да, и очень удобные сервисы для пользования. И, естественно, это направлено на защиту прав и законных интересов граждан, которые, возможно, более доверчивы, недостаточно осведомлены. То есть, естественно, чтобы не попасться на каких-то таких мелочах, это, я считаю, что очень удобный сервис. А я не могу, в свою очередь, не согласиться. Принимаем звонок от телезрителей. Алло, говорите, добрый вечер, вы в прямом эфире, алло. Слушаем ваш звонок. Здравствуйте, говорите. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот родители получали еще в советское время квартиру, значит, вот у нас в семье двое детей, я и брат. Брат выписался из квартиры около 40 лет и уехал, уже около 40 лет не живет в квартире в этой. И уехал в другой город. Вот после смерти родителей, имеет ли он право, ну, на какую-то там, вот на одну третью... На наследство. На какую-то часть своей, вот нашей этой квартиры. Вопрос по детям. Да, понятия. Да, мы услышали ваш вопрос, спасибо. Слушайте ответ. Значит, во-первых, надо разобраться с квартирой, да, приватизирована она или не приватизирована, потому что было сказано, что в советские времена получена, больше информации, к сожалению, нет. Если мы предположим, что она все-таки приватизирована на кого-то из родителей или на всех членов, которые были прописаны на момент приватизации, и у родителей есть доля в этой квартире, то их сын, независимо от того, что он не проживает в этой квартире и давно отсутствует, да, возможно, не общается, он является таким же наследником, как и другие дети. То есть у нас наследниками в первую очередь являются дети, супруги, родители. Но у нас любой гражданин вправе распорядиться, сделать распоряжение в отношении своего имущества на случай смерти, то есть удостоверить завещание. И по этому завещанию он определяет свое волеизъявление, кому он хочет, чтобы досталось его имущество. Соответственно, если складываются так в семье обстоятельства, что с одними не общаемся, с другими общаемся, и что родители хотели бы конкретно кому-то, чтобы достался этот объект недвижимого имущества, то здесь целесообразно, наверное, сделать завещание. И, собственно, все благодарю. Да, хорошо, Ольга Александровна, но а есть такое понятие, как обязательная доля, на кого она распространяется? Она есть, это статья 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предусматривает таких наследников, которые называем обязательными. Это наследники из числа, в первую очередь, это дети, супруги, родители. То есть попадают. Да, которые являются на момент смерти пенсионерами либо инвалидами. То есть если он таковым будет являться на момент смерти, даже при наличии завещания у него будет право унаследовать долю. Это его желание. Если он захочет, он его выразит. Если он не захочет, он не воспользуется своим правом на обязательную долю. То есть в любом случае можно отказаться от наследства? Да, от обязательной доли он может отказаться, не воспользоваться. Спасибо большое за такой подробный ответ. Я думаю, что вы услышали все интересующие вас вопросы, уважаемые телезрители. Ну, мы продолжаем наш прямой эфир. Дозванивайтесь к нам. 202-11-22. Телефон у прямого эфира. Также сайт Нотериальной палаты Самарской области. Телефон Нотериальной палаты Самарской области, где в рабочее время консультанты с удовольствием ответит на ваши вопросы. Вы можете обратиться и туда. Ну, а наша программа работает в прямом эфире. И мы ждем ваших звонков именно сейчас здесь. Звоните к нам, пожалуйста. Ну что же, в наших передачах «Территория права» мы в последнее время очень много говорили именно об измене правового регулирования отношений по государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Вот давайте, пожалуйста, поподробнее остановимся на этих изменениях. Ну, хотелось бы сказать, что с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2015 года номер 218 ФЗ о государственной регистрации недвижимости. Одно из основных новелл этого закона, что касается нас как нотариусов в частности, это предусмотрена обязанность нотариуса, выдавшего свидетельство о праве на наследство, в течение трех рабочих дней с момента выдачи свидетельства о праве на наследство представить в орган государственной регистрации права сведения о выданном свидетельстве о праве на наследство, в котором должны содержаться сведения о лице, получившем свидетельство о праве на наследство, кадастровые номера недвижимого имущества, которые были включены в наследственное имущество и выданы по указанному свидетельству, также дата и номер регистрации нотариального действия в реестр регистрации нотариальных действий. Но на сегодняшний момент это пока норма не работает в той силе, в какой она должна работать, поскольку должны быть внесены изменения в основу законодательства о нотариате Российской Федерации именно в порядок предоставления сведений. Кому мы можем предоставлять сведения, как только будут внесены изменения, вот у нас появится новая обязанность предоставления в орган государственной регистрации права сведения о выданных свидетельствах о праве на наследство. Также этим законом введен упрощенный порядок извещения со собственников при продаже доли в праве общей долевой собственности на недвижимое имущество. В частности, если число собственников, число участников долевой собственности превышает 20 человек, то вместо письменного извещения каждого сособственника продавец может разместить извещение на официальном сайте органа государственной регистрации права о намерении своим продать долю в праве общей долевой собственности. Александр, продолжим обязательно. У нас есть звонок на Лене, и мы его принимаем. Говорите, здравствуйте, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы спросить, вот на Ленинской 228 нотариуса на дворами записываться? Записываться на что? На консультацию, на прием? Нет, чтобы опорнить дарственную на свою часть доли. Спасибо. Ну, Ленинская 228 – это нотариальная палата Самарской области, и в нотариальной палате непосредственно нотариальные действия не совершаются. А с вопросом об удостоверении договора дарения можно обратиться к любому нотариусу города Самара, к которому вам удобно. И если возможно это сделать сразу, нотариус это сделает сразу. Если нотариусу необходимо осуществить какую-то проверку по документам, то, естественно, нотариус согласует с обратившимся удобное время для удостоверения договора. Я думаю, проблем не будет. То есть к любому нотариусу города Самары, либо Самарской области, к любому понравившемуся нотариусу, с кем приятно, интересно работать. То есть здесь как бы более выбор. Куда удобно. Да, где удобно, близко. Да, чисто даже по территориальному месту. Так продолжим говорить о изменениях. Вот такой интересный вопрос. Обязан ли нотариус осуществить розыск собственников для извещения о продаже, проверять достоверность сведений, предоставляемых продавцом о месте их жительства? Законодатель не возложил на нотариуса обязанность по розыску со собственников. В этом заинтересовано лицо, которое намеревается продать принадлежащую ему долю в праве общей долевой собственности. Надо отметить, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон связывает наступление гражданскоправых последствий, считаются полученными с момента доставки по адресу места регистрации гражданина, по месту жительства. Это может проживать совершенно другой человек. Совершенно верно. Но, тем не менее, у нас официальным адресом, куда направляется юридически значимая корреспонденция, является место регистрации гражданина по месту жительства. Если это гражданин и индивидуальный предприниматель, и это связано с его индивидуальной предпринимательской деятельностью, или юридическая лицотность является со собственником, то адресом, куда следует направлять юридически значимую корреспонденцию, является адрес, который включен в соответствующий реестр, в единый реестр индивидуальных предпринимателей, в единый реестр юридических лиц. Соответственно, если гражданин не проживает по адресу места регистрации, или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель не находится по адресу, который им указан в реестре, это их риски не получения данной корреспонденции. Они будут считаться уведомленными в надлежащем порядке, даже если они не получат эту корреспонденцию. То есть с момента доставки этой корреспонденции они будут считаться уведомленными. Поэтому либо гражданин или юридическое лицо должны проверять свои адреса каким-то образом, корреспонденцию получать. Потому что для этого эти адреса и зафиксированы, для того, чтобы туда поступала юридически значимая корреспонденция. И то есть суде уже потом нельзя будет спорить продажу либо покупку доли, если вся собственника не получил, не знал он? Скажем так, это его риск, что он не получил. Хорошо, продолжаем наш разговор. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 202.11.22, территория права. Ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители. Дозванивайте, пожалуйста, к нам в программу. Вот квартира находится в общей долевой собственности, и все сособственники намереваются продать свои доли третьему лицу. Вот в данном случае также применяется правило о нотариальной форме сделки? Да. В данном случае каждый из сособственников продает свою долю в праве общей долевой собственности на объект недвижимости. И в законе прямо предусмотрена обязательная нотариальная форма для таких сделок. Поэтому независимо от того, один собственник продает кому-то, третьему лицу или из числа сособственников, либо весь объект продается всеми сособственниками, здесь обязательная нотариальная форма. Ольга Александровна, а в отношении коммунальных квартир также распространяется обязательное условие об извещении о продаже? Здесь тоже есть некоторые изменения с 2017 года, с 1 января. Опять обращаясь к новому закону федеральному о государственной регистрации права. Если раньше у нас коммунальные квартиры были варианты регистрации, либо комната регистрировалась как отдельный объект, либо регистрировалась доля в праве общей долевой собственности, но по общему согласованию сособственником каждый занимал какую-то свою комнату. И, соответственно, когда они продавали, да, они вроде бы продавали комнату, но в документах у них зарегистрирована была доля в праве общей долевой собственности на квартиру. Вот в этом случае и ранее, и сейчас также требуется извещение сособственников о предстоящей продаже. Ранее, если комната была зарегистрирована как отдельный объект, извещение сособственников не требовалось. Но вот с этого года, как раз в этой ситуации уже нужно будет извещать сособственников, и уведомление такое обязательно при совершении сделки с коммунальной квартирой. Иначе будет вынесено приостановление в государственной регистрации, если не получено будет извещение от сособственников. Вот сейчас мы по поводу коммунальных квартир продолжим. Прежде обратимся к нашим уважаемым телезрителям, принимаем звонок, говорите вы в прямом эфире, ало. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня вот к вам такой вопрос. У меня в Кеневском районе мама проживает, да? И вот у нее дом и общая земля 40 соток. Но 20 соток рядом с домом, в общем, где дом стоит, что это постройки, а 20 соток там в деревне за речкой. Но они тоже приватизированы. Как можно или нет переоформить, чтобы, ну, по другим документам была, эта земля рядом с домом здесь, а ту отдельно переоформить? Можно, нет? Надо уточнить, наверное. Далее не оставайтесь пока. Из своей практики, я так понимаю, что, скорее всего, есть на руках старое свидетельство о собственности, которые выдавались еще в 92-м году. И тогда, к сожалению, была такая практика, которая сейчас немножко вот затрудняет оформление. Выдавалось одно свидетельство порой на несколько участков. Вот как, например, у нас зритель сообщает, да, один около дома участок, а один там за речкой, как огород. Да, и такие ситуации нередки. А в свидетельстве написана общая площадь, вот 40 соток. И вопрос об оформлении, как это распределить, где же эти 40 соток здесь, около дома, 20 и 20 там, да, это вопрос все-таки вот именно к людям, кто занимается оформлением постановки на кадастровый учет. То есть в кадастровую службу нужно обратиться, да? Потому что если у нас, к нам приходят с документом на продажу или на оформление наследства, то мы смотрим, что в документе написано. Если у нас один документ предъявлен на земельный участок и за одним кадастровым номером, то это один земельный участок, это никак не два. И если невозможно оформить в бесспорном порядке, то есть кадастровый паралат тоже может отказать, возможно, я не могу 100% об этом говорить, но возможно, то здесь, наверное, только в судебном порядке стоит обратиться. И по каким-то записям в поселковом совете, по хозяйственных книгах, где отражались, что предоставление было как раз около дома столько-то соток и вот еще был огород столько-то соток, возможно, в судебном порядке этот вопрос решить. Спасибо вам большое. Так вот, в продолжении нашей темы о коммунальных квартирах, про обязательные условия об извещении о продаже. Скажите, пожалуйста, извещение и согласие на продажу – это одно и то же, либо это кардинально разные понятия? Нет, есть отказ от правопреимущественного приобретения в рамках статьи 250, которые сособственники обладают при продаже доли третьему лицу не из числа сособственников. Вот в рамках этой статьи их собственник, желающий продать, обязан известить. То есть просто, что я собираюсь продать комнату свою, но согласия не требуется. С этого момента, как извести или получил сособственник сообщение о намерении продать, должно пройти 30 дней. Если в течение 30 дней лицо, которому было направлено уведомление о предстоящей продаже, не изъявил желание и не совершил действий по приобретению предложенной ему доли, то уже продавец вправе продать третьему лицу. Но если человек или лицо, которому направлено извещение о предстоящей продаже, не желает приобретать и, собственно, готов прийти и зафиксировать это свое отношение на бумаге, то есть он может написать, оформить документы у нотариуса об отказе от права преимущественного приобретения. И тогда не требуется выдержки вот этого 30-дневого срока, что упрощает оформление. То есть если все замечательно и человек не собирается приобретать, то есть он может сделать так, и люди могут быстрее продать. Быстрее продать свое жилье. Спасибо. Есть звонок на линии, мы слушаем вас. Говорите, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос такого плана. У меня в курсе куплено в документе написано «Незавершенное правительство». Сейчас встал вопрос о регистрации, у меня было временное прописание. И теперь в 50-х дни я, извиняюсь, скажем, и как мне прописаться? Понятен вопрос, Ольга Александровна? Ну, вопрос понятен. Дополнительные нужны вопросы? Нет, спасибо. Спасибо вам. Я так полагаю, конечно, вопрос по регистрации по месту жительства. Это вопрос все-таки к органам, которые осуществляют эту регистрацию. Что им необходимо для того, чтобы зарегистрировать гражданина в том или ином помещении. Но если это объект незавершенного строительства, я боюсь, что в таком объекте не зарегистрируют по месту жительства. А то, что свидетельство отменили, да, сейчас свидетельство не выдается, выдается выписка из государственного реестра прав, и в котором также будет фиксировано вид объекта, назначение объекта. Если этот объект уже сдан в эксплуатацию и прошла регистрация именно на объект, как на квартиру, то тогда, получив такую выписку и предъявив в органы, осуществляющие регистрацию по месту жительства, я думаю, этого будет достаточно. Да, я думаю, этого достаточно будет. А если все-таки как незавершенный объект, то он зарегистрирован здесь, я думаю, невозможно зарегистрировать по месту жительства. Спасибо. Спасибо большое. 202.11.22. Есть время у нас еще. Мы ждем ваших вопросов и ваших звонков. Уважаемый телезритель, дозванивайтесь к нам, и задавайте свои вопросы. У нас есть на линии звонок. Алло, говорите, пожалуйста. Да, да, да. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ответьте мне, пожалуйста, мы три, после смерти мамы, мы три собственника на частный дом. Братья пьют и не хотят ничем заниматься. Как вот мне долю свою можно будет продать? Имею я право без их согласия. Спасибо. Спасибо. Ну, опять же, вопрос в рамках наших темы. Да, вы можете продать, уважаемый телезритель, свою долю, но вы обязаны известить своих со-собственников о предстоящей продаже. доли выдержать, предусмотренный законом 30-дневный срок, и, возможно, свою долю продать. По шагу вы скажите сейчас, что нужно сделать телезрительнице? Нужно известить своих братьев, да, направить им уведомления, где изложить, что вы продаете, за какую цену. То есть, извещение о предстоящей продаже обязательно должно содержать вид объекта, адрес объекта, который продается. Если адрес неизвестен, то это иное место, описание местоположения объекта. Размер доли, который продается, цена, за которую продается эта доля. Реальная цена? Естественно, реальная. И реальная о том, что будет впоследствии в договоре. То есть, как вы третьим лицам предлагаете, именно эта сумма и должна быть указана в уведомлении. Фамилия, имя, отчество продавца, кто продает, должно указано, что я такая-то, такая-то, намереваюсь продать. И обратная связь, да, как можно связаться с продавцом, куда обратиться, чтобы свои действия по продаже совершить. Ольга Александровна, эти документы оформляются у нотариуса? Нотариус может, если граждане обратятся по вопросу передачи такого уведомления со собственником, да, нотариус может в этой процедуре поучаствовать и передать данные уведомления со собственником по указанному обратившимся лицом адресу. То есть, все равно адрес нам сообщает обратившееся лицо. Нотариус передает это извещение. И в дальнейшем может быть выдано свидетельство передачи заявления со собственником, которое будет также прикладываться при дальнейшем совершении договора. То есть, обезопасить себя тем самым можно? Ну да, чтобы было уведомлено лицо в надлежащей форме. В общем, в форме, и видимо. Спасибо. Я думаю, что мы успеем принять еще один звонок. Алло, говорите. Слушаю вас, ваш вопрос. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если отец подарил дочери долю в квартире и 18-летней дочери, допустим, через какое время можно эту квартиру продавать? Спасибо за вопрос. Ну, собственно говоря, ограничений по распоряжению нет никакого. И тем более, если дочь уже совершеннолетняя, то продать она может в любое время. Тут вопрос с налоговыми. Скорее, органами. Потому что у нас, если лицо владеет собственностью менее определенного времени, то есть сейчас у нас установлен пятилетний срок, меньше пяти лет, но в отношении, если это имущество подарено родственниками, если я не ошибаюсь, три года также осталось, как и в прежней редакции. То есть если владеет меньше этого времени, то при продаже объекта будет взиматься налог, если продается объект больше, чем за миллион рублей. То есть а других ограничений каких-то нет. То есть, собственно, это тоже ограничения. Если готовы заплатить налог, пожалуйста, продавайте хоть на следующий день. Если нет, то тогда можно выждать три года. Хорошо. Вот рассмотрим еще следующую ситуацию. У нас совсем немного времени осталось. Тем не менее, в коммунальной квартире приватизированы две комнаты. По одной праву, собственно, зарегистрировано, по другой нет. Собственник зарегистрированной комнаты ее продает. У кого в таком случае возникает преимущественное право? То есть у нас один зарегистрировал, а второй приватизировал, но еще зарегистрировать не успел. Но вот в этом вопросе, когда речь идет о приватизированных комнатах, то здесь в любом случае право преимущественной покупки возникает у лица, который комнату приватизировал, даже если еще право он не успел зарегистрировать. То есть, если у нас какие-то другие основания купил, но еще не зарегистрировал, то в данной ситуации как раз право еще не возникло преимущественно. А вот в случае с приватизацией, вот такой вот момент, что уже есть право преимущественного приобретения у лица, даже приватизировавшего, но еще не зарегистрировавшего свое право. А какие-то еще новшества, новеллы, изменения касательно именно коммунальных квартир? Есть ли еще что добавить к этому вопросу? Да ну так, наверное, нет. Но вот просто обратить еще раз внимание на то, что при продаже сейчас комнаты в коммунальной квартире, даже если она зарегистрирована как отдельный объект, требуется извещение со собственником. Просто поскольку это год только начался, да, еще может быть не все успели перестроиться и возможно сейчас уже кто-то готовится к какой-то сделке, да, чтобы вот этот вопрос обратили на него внимание, чтобы не было приостановок. Потому что в соответствии со статьей 26 закон о государственной регистрации прав на недвижимость, о государственной регистрации недвижимости, как раз есть такой пункт, основание для приостановки, если не извещены со собственниками в случае продажи комнаты в коммунальной квартире. У нас осталось совсем немного времени, я не могу не задать вопрос от телезрителя. Коротко тогда, пожалуйста, ответьте, что делать, если утеряны документы на наследуемое имущество? На наследуемое, которое он унаследовал и потерял свои документы или имущество, которое предстоит наследовать, да, и не документы? Ну, здесь, опять же, у нас существует взаимодействие, да, и нотариус может, используя свои ресурсы, заказать выписки из реестра государственной регистрации. Если объект был зарегистрирован уже прежде, то информация будет и на основании какого документа прошла регистрация, тоже эту информацию можно получить. Соответственно, здесь волноваться уже не стоит. Будет возможность восстановить все, да, конечно. Ну что же, да, наше время подошло к концу, я благодарю вас за эфир, спасибо большое, что пришли в студию. Всего хорошего, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!